окей ребят всем доброе утро добро пожаловать ко мне на канал на руки многие channel меня зовут валентин и сегодня мы поговорим с вами о городе шарм-аль-шеих а его людях каких-то порядках и не только поехали и что я хотел вам конечно сказать что котов здесь зовут не только как как у нас обычно принято но и такое встречала честно говоря на мальте и и там и там присутствует арабское мусульманское население возможно других странах это проявляется точно так же если всерьез о городе шарм-аль-шеих можно сказать следующее что раньше этот город называл сафира от этого названия стало столько название аэропорта это название городу дали израильтяне которые здесь были какое-то время был скажем так конфликт за этот город у израильца египтян какое-то время но впоследствии он решился не без помощи третьих сторон город же когда он стал скажем шарм-аль-шеихом предназначался как курортный и соответственно вся его застройка происходила вдоль береговой линии по большей части за моей спиной вы можете видеть за части береговую линию поэтому город получился протяженностью около 40 километров и вся первая линия вторая уже давно застроена относительно давно уже застроена отелями то есть последний отель на первой линии был построен в 2014 году а на второй линии 2016 какие-то отели еще на 3 4 линии присутствуют естественно но строить уже в таком большом объеме здесь я думаю не планируют как сказал местный гид а все что же на пятой линии это можно сказать необходимые местному населению здания и дома официально официально цвета здания для такого курортного города предусмотрены белые бежевые и желтые ну и соответственно был интересный момент что какое-то время самими египтянам здесь отдыхать не разрешалось они не могли его просто посещать как курорт однако где-то с десяток лет назад это ограничение снялось и они могут сюда приезжать что соответственно происходит здесь с местными когда например к ним приезжают семьи сами ребята здесь работают но об этом чуть позже но надо отметить что ограничение поэтажности зданий здесь это 23 этажа то есть больше зданий вы как правило не увидите может быть какие-то отели там увидите за до 4 но если отойти подальше от города до застройка будет видно что невысокая сама по себе и 2-3 этажа принципе сохраняется так как город сам по себе предусматривался как туристические то соответственно здесь интересный момент получается с районами всего шарм-эль-Шехе 6 районов из них 4 туристических 150 50 туристический и местного разлива и один соответственно чисто для местных нужд какое-то административное здание необходимая инфраструктура для местных люди здесь же тоже живут и работают или они соответственно должны быть какие-то условия рассказом от местного кино здесь население в целом города составляет около 110 тысяч человек и она варьируется потому что 80 процентов здесь население это туристы а 20 процентов населения это именно работники то есть курортный город составляет основном приезжие но приезжие касается не только туристов но касается и тех кто сюда приезжает работать понятие коренного населения здесь нету то есть все ребята которые сюда приезжают работать они приезжают сюда из других городов например спасатель на пляже сказал нам что он из каира его семья там а он здесь работает и соответственно снимают здесь жилье водитель фикс прайса работник фикс прайса сказала нам что он из города то ли тарсула то ли тарсуна это в одном части езды от шарм-эль-шейх ездили мы на такси из сока до наама бэй водитель сказал что он сам из каира он здесь уже 15 лет водители работы этот водитель работы 15 лет и он практически все время здесь находится семья его приезжают к нему раз в год на месяц-полтора то есть его родители его жена с детьми находятся все в каире у нас в отделе бармен возле ресепшена тоже с каира у него интересный график работы получается он говорит что он месяц работает 10 дней он там уезжает в каир месяц работать здесь не езжать каир здесь снимает апартаменты живет них ну и к нему тоже жена приезжают может на месяц-два он сказал месяц-полтора в год такой уклад жизни как долго здесь работает вот насчет бармена не скажу не знаю ну и соответственно бармен живет говорит что живет в апартаментах у нее есть он снимает их за 70 долларов примерно это одна из цен которая здесь предлагается на всем жилья самый бюджетный давай 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 окей ребята пошли по работе на лодке и так окей получается что самое жилье бюджетное предлагается за 50 70 долларов называют их хрущевки до двух-трехэтажей здания подальше от естественно первой переговой мы там проходили как-то не сказать что там так уж чисто там так уж приятно но люди там живут снимают чисто рабочие рабочий класс я бы сказал есть жилье соответственно уже получше если вы хотите там но семьей пожить более новые дома подругают его за 150 200 долларов но нам даже называла цифру гид что есть сыгну в современное новое жилье но не то чтобы из стекла и бетона полностью все выглядит я думаю точно так же я так полагаю как это что мы видели снаружи однако условия внутри отличаются кардинально новое строится по на современным каким-то приемом мы его не видели в живую но со слов гида аренда таких апартаментов на комнатах может обойтись он где-то в 300 350 долларов но кроме тех ребят которые я вам перечислил работающие здесь и приезжающих например из каира из других городов до в одном из сувенирных магазинов встретили торговцы который где-то недалеко от гизы живет тоже сюда приезжает и работает здесь от сна надо упомянуть почему ребята приезжают из каира казалось бы столицы сюда но понятно что город туристический приносит определенные деньги можно фургаду ехать можно их сар мальшей еще один парнишек пошел если например во всем египте 110 миллионов населения то в каире ребята говорят порядка 30 миллионов город действительно очень плотно населен но видите что за работой приезжают в том числе сюда мы по поводу работы египте нам ребята сказали что да можно быть каире можно ездить в александрии на туристов там немного в плане работы именно как туризма поэтому ребята едут какие-то города такие как кургада или шар мальшейх поработать но не только местные сюда приезжают со своей египты приезжают естественно аниматоры которые работают у нас например в отеле ребята работают из казахстана из белоруссии из украины но у ребят аниматоров такая работа я бы сказал плотничком они начинают утреннее свое собрание как я понял например до в 9 45 утра так как они вечером каждый день развозят еще туристов на какие-то развлекательные мероприятия по клубам могут возвращаться в два и в пять ночи а утром они ранее вставать поэтому стараются с чине меня где-то еще покемарить поспать если есть такая возможность но понимаете график такой плотники по плате говорили что около 300 долларов ставка у них ну и соответственно может еще какие то есть дополнительные заработок от этого но об этом умалчивают я прекрасно понимаю а может и нет может и нету дополнительно живут здесь в отеле им проживание питание обеспечивается то есть такой как бы отдых вот кто-то здесь они встретил две недели здесь месяц а кто-то уже считает что полгода интересно что дождь здесь достаточно редко но это не новость конечно я думаю для вас но достаточно редко это три-четыре раза в год то есть три раза дождь такой я бы сказал как нам сказали средненького разлива но один раз поливает как надо однако из-за того что дождь происходит так редко то соответственно для этого не оборудованного ничего в плане стоков ливневок каких-то под слов совсем то есть если уже дождь там заливают и заливает конкретно попадает вода и в апартаменты попадает и на дороге и без откачивают эту воду стараясь это занимает какое-то время там до дня я так понимаю но как правило справляются за несколько часов так как соответственно никаких ливневок и стоковых канализации не оборудована то просто эту воду откачивать приезжают машины откачивают так как электрические линии проведены между столбами например под землей они над землей как у нас протянут этот стабак столбу то соответственно отключается все электричество на время вот таких вот дождей ну сами понимаете это бывает и так часто в году ну и так как вода например подается в жилые дома на или там в отеле ну в отеле это исключение даже вы дома с помощью насосов которые работают электричество то соответственно этот момент этих дождей нету ни электричества ни воды но слава богу это происходит не супер-пупер надолго а почему отеле исключение потому что отеле есть как правило резервные генераторы которыми они успешно пользуются я думаю что ни для кого не секрет что шар большие достаточно дорогой город не только в плане может какого-то даже жилья не дешевый город и это касается в том числе продуктов мясо овощи это мой продукты даже они будут в три в четыре раза дороже чем в египте в среднем и сам город сам по себе самый дорогой в египте как говорят ребята других городах вы встретите все то же самое продукты питания только дешевле надо сказать что шарм-эль-Щейхи построили университет но в 2020 году с надеждой на то что сюда будут привлечены соответственно профессор новые люди это профессорско-преподавательский состав это студенты соответственно возможно какие-то межкультурные обмены и учебу из-за рубежа будут осуществлять здесь ну посмотрим что из этого получится понятное дело что страна мусульманская шарм-эль-Щейхи есть мечети одна из этих мечетей например эль-сахаб она достроена в 2017 году в принципе есть еще одна мечеть другая большая находится в районе старого города рынка она построена в 2008 году то есть видите сама по себе застройка не очень старая как бы самый город не очень старый городу помогло 35-37 лет считается и сама по себе мечеть строилась в течение 10 лет настроилась на пожертвования поэтому строительство было не такое быстро и последние полтора года этого строительства она была профинансирована именно от государства темпы строительства ускорились она наконец-то достроилась не без усилий что могу сказать про мечеть конечно что для мужчин для женщин отдельный вход и мама нам говорил мам да как может как священник по нашему да если это объяснить как-то и мам нам объяснял чтобы что молится недостаточно часто пять раз в день где-то по пять минут могут можешь это делать не только в мечети но и на улице мы видели например полицейского который молился возле своего блокпоста на коврике стоял ну и чтобы во время молитвы не отвлекать друг друга делал такой вот отдельный вход для мужчин и для женщин такие порядки но интересно я видел что в мечети например снаружи есть какие-то тоже это пристроечка там стоит куча столбов на такое свободное пространство открытое и считаю что возле каждого столба висит вентилятор я думаю что летом здесь понятное дело жарко может быть 40 45 в тени то люди приходят молиться ежедневно и жара я думаю там просто адская неимоверно много людей особенно если вот и все оборудовано есть вентиляторы просто для меня это необычно видеть поскольку в нашей культуре нашим вентилитете такого не встречал ну как говорится все из-за жаркой погоды адаптироваться к этому как-то надо что ребят в заключение могу сказать здесь я видел много туристов приезжих с разных стран в основном это страны снг но среди всех людей я видела тех кого есть определенные ограничения плане полноценной жизни кто-то приезжая сюда на инвалидном в инвалидном кресле кто-то передвигается на костылях а кто-то с протезами например но с протезами ног и я хочу сказать что видя таких людей которые приезжают сюда и преодолевают все те скажем сложности чтобы сюда добраться хочется выразить им определенное уважение потому как я думаю для таких людей это испытание для нас это просто сесть самолет дойти до автобуса выехать с автобуса для этих людей которые передвигаются таким же транспортом как и все остальные это действительно сложно но они добираются сюда и блин они просто ребята молодцы реально уважуха и то что они делают и силу и духа у них очень большая реально круто потом ребята как бы там ни было путешествуйте выбирайтесь смотрите мир это расширяет мировоззрение ваш взгляд на вещи на людей будильник зазвонил 740 это расширяет ваш взгляд на мир на вещи расширяет кругозор действительно круто я буду вам весьма благодарен если это видео вам понравится и вы в том числе поделитесь им со своими друзьями и она будет кому-то достаточно действительно интересно и полезно давайте узнавать мир вместе узнавать его по-новому всем спасибо за внимание всем пока спасибо за внимание